Всем привет, меня зовут Карина, и сегодня мы будем делать упражнение 8.2.4.15. Это продолжение предыдущего задания из Covering the Network. Давайте продолжим его выполнение. С предыдущего задания у меня уже есть готовая табличка. А также вы должны были составить топологию. Они вам пригодятся для того, чтобы искать ошибки в этом задании, чтобы вы могли сделать траблшутинг. Я не буду тратить время на исследование всей сети, я просто покажу ошибки, которые нужно исправить, чтобы сделать задание на максимум. Давайте приступим. Вот это задание прикреплю с помощью кнопочки ТОП. И вот эта табличка, которую мы тогда заполняли. Вам нужно будет идти по порядку, по всем вот этим пунктам. И здесь все предельно ясно и коротко описано, что нужно делать и что нужно исправлять. И на что обращать внимание. Здесь все очень просто. Давайте приступим. Первая ошибка. Чтобы ее увидеть, нам нужно открыть любой из устройств. Desktop. Командная строка. И ввести команду Telnet. И указать IP-адрес 10, 2, 15, 1. Мы подключаемся к этому устройству. Вводим пароль Cisco. Enable. Пароль класс. И show running config. Теперь, если мы пролистаем вниз и посмотрим на конфигурации этого устройства, а это устройство у нас R3, то мы видим, что роутер и RGP1 у нас указаны авто summary. Нам нужно ее отключить. Для этого вводим команду conft. Далее вводим команду router RGP1 no auto summary. Готово. Если у нас все правильно, то у нас 12 баллов и 70. Значит все хорошо. Я поставлю это задание где-то здесь, чтобы мы просто могли отслеживать наше количество баллов. Смотрим дальше. Теперь подключаемся к другому устройству. Telnet у нас теперь 10, 3, 100, 1. Telnet Давайте нажмем ctrl-c, чтобы выйти из этого устройства. exit. Вот. Мы вернулись на наш компьютер. Теперь вводим команду telnet 10, 3, 100, 1. Готово. Пытаемся подключиться. connection timeout. Connection timeout. Давайте попробуем с другого устройства. Давайте с четвертого. Desktop. Командная строка. Telnet 10, 3, 100, 1. Вот. Теперь наше подключение удачное. Паспорт Cisco. Cisco. Enable. Класс. Готово. Теперь вводим команду show running config. Или ставим в самый низ. Здесь у нас ошибка в интерфейсе serial 0, 0, 0. Если вы посмотрите на IP-адрес этого интерфейса. Интерфейс serial 0, 0, 0. У нас IP-адрес 10, 1, 103. И маска под сети 255, 255, 255, 248. Но если вы сверите с нашей табличкой, то вы сможете заметить, что здесь в IP-адресе у нас ошибка. Давайте настроим. Для этого вводим ctrl-c, conf-t, чтобы попасть в режим конфигурации. int s, 0, 0, 0. Сейчас мы на устройстве R2. Вводим команду IP-адрес. И указываем правильный IP-адрес. 10, 1, 10, 1, 0, 3. И маска под сети такая же. Она была правильная. 248. Готово. И нужно включить интерфейс, потому что он может быть выключен. Давайте посмотрим на количество баллов. 22 из 70. Мы еще заработали 10 баллов. Двигаемся дальше. Теперь нам нужно подключиться к TN, к следующему устройству. Вводим команду EXIT. Вот. Мы теперь вернулись к нашему ПК. TN, 10, 4, 1, 1. Пытаемся подключиться. Если оно опять не подключится, мы опять, да. Копируем нашу команду. И берем другое устройство. Давайте PC2. Desktop. Командная строка. Вводим нашу команду TN. Пытаемся подключиться. Здесь тоже не работает. Без проблем. Берем, например, PC6. Desktop. Вот. Теперь оно удачно подключается. Вводим команду Cisco. Не команду, а пароль. Команду enable. Пароль класс. Готово. Теперь вводим команду опять же show running config. И смотрим. Ищем здесь ошибку. Здесь у нас ошибка будет в интерфейсе serial 0.00. У нас будет инкапсуляция PPP. Это неправильно. Вот она. Нам нужно будет ее исправить. Давайте это сделаем. Enable. Conf. T. Далее в этом команду interface S0.0.0.0. И далее нам нужно ввести команду encapsulation frame rigging. Encapsulation frame delay. Готово. Все. Смотрим на наше количество баллов. У нас опять добавились баллы. Теперь 34 и 70. Двигаемся дальше. Теперь мы подключаемся к следующему устройству. Давайте введем control C. Exit. Contour shift 6. Если вы ввели команду неправильно. Exit. Вот. Telnet. У меня опять не подключается Telnet, и мне опять нужно взять другое устройство. Если у вас есть топология, просто открывайте топологию, вы сможете сразу видеть, с какого устройства вам нужно подключаться Telnet. Paste. Здесь тоже не подключается. Открываем PC2. Paste не подключается. Давайте PC7. Вот, она удачно подключилась. Пароль Cisco. Enable. Класс. Готово. Мы подключились к нашему устройству. Вводим команду show running config. Это уже стандартно. И листаем самый низ. У нас здесь будет проблема в ERCP. Давайте посмотрим. IP адрес. Это устройство у нас R4. Роутер ERCP 1. Пассивный интерфейс. Нам нужно прописать сеть. Давайте это сделаем. У нас не настроена сеть. Для этого conft, router ERCP указываем 1, network и указываем адрес сети. Видите, у нас это 10, 10, ой, не так, 10, 0, 0, 0. Готово. Мы настроили наш R4. Смотрим наше количество баллов. 46 из 70. У нас, по сути, осталась последняя ошибка. Теперь нам осталось подключиться к устройству 10.1. Это довольно-таки просто. Открываем, например, наш PC-7. Экзит. Секунду. Экзит. Экзит. Вот. Готово. Еще раз. Экзит. Все. Мы теперь почти вышли. Все. Мы вернулись к нашему ПК. Давайте подключимся Телнетом к последнему нашему устройству. Это 10.1.0.1. Телнет 10.1.0.1. Готово. Паспорт Cisco. Enable. Password Class. Готово. Теперь вводим команду опять ShowRunningConfig. Это уже стандартно. И в чем же здесь будет ошибка? Давайте посмотрим на все интерфейсы. И я уже вижу, что интерфейс Serial 0.0.1 у нас выключен. Но если вы опять же посмотрите свою топологию, которую вы сделали, вы увидите, что Serial 0.0.1 должен работать и должен быть включен. Давайте это исправим. ConfT int s 0.0.1. ConfT int s 0.0.1. No shutdown. Готово. Мы включили наш интерфейс. Теперь у нас еще одна ошибка есть в R5. Нам нужно будет еще прописать команду IPNIT CONFT. Нужно будет прописать команду IPNIT INSIGHT. Далее прописываем source, list. У нас будет один, pull и lan. Overviewed. Overload. Enter. Все. Таким образом мы нашли все ошибки, исправили и настроили необходимую нам конфигурацию. У меня 70 баллов из 70. Надеюсь, у вас тоже все так. На этом все. Всем пока. Пока.